В начале программы срочные сообщения из Стамбула. Там возле одной станции метро прогремел взрыв. По информации мэра города сработала бомба. Движение поездов остановлено. Последнюю информацию из Стамбула передает наш специальный корреспондент Павел Краснов. Он вышел на прямую связь со студией программы «Время». Павел. Да, Катерина, за моей спиной вы сейчас можете видеть полицейский броневик. Несмотря на то, что движение в районе, где прогремел взрыв, сейчас открыто. И более того, даже работа метро возобновилась. Хотя в первые часы после ЧП она была приостановлена. Здесь по-прежнему очень много полиции, много полицейских машин. В небе мы видели полицейские вертолеты. Кроме того, в район стянуто много машин скорой помощи и пожарных. По данным, которые имеются на этот час, картина происшествия выглядит следующим образом. В стамбульском метро у станции Байрам-Паша прогремел взрыв. Причем случилось-то во время прохождения поезда. Кадры этого происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. И вот мы можем их показать. И, как вы сказали, мэр Стамбул уже подтвердил, что здесь сработало взрывное устройство. Иными словами, речь идет о террористическом акте. Причем имеется сведение, что бомба, судя по всему, по одной из версий, была заложена на электротрансформаторе или поблизости с ним, поскольку взорвался именно электротрансформатор. Жертвой взрыва стал один человек, пока не сообщается, кто это был. Пассажир поезда, который проходил мимо, либо работник метро. Кроме того, имеется несколько пострадавших. Точное их количество полиция также не сообщает. Но, вероятно, это как раз смогли быть пассажиры поезда, потому что взрыв был довольно сильным. Звук взрыва слышали даже в других районах Стамбула. И в поезде, который в это время проходил мимо, взрывной волной выбило стекла. Кроме того, пострадали даже проезжавшие мимо автомобили. Работа метро, как я уже говорил, была временно приостановлена. Пассажиры эвакуированы. Им пришлось идти по железнодорожным путям. Кроме того, район, прилегающий к месту ЧП, временно был обесточен. Но вот сейчас, как можно судить, последствия этой аварии уже преодолены. Пока более никаких официальных следений не поступало. Никаких заявлений нет. Нет также никаких данных о том, кто может стоять за этим происшествием. Единственное заявление, это Генконсульство Российской Федерации сообщило, что не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших во время этого теракта граждане России. Повторю, что сейчас... Спасибо, Павел Краснов. Все, самая последняя информация из Стамбула. Там, судя по всему, произошел теракт. Если в течение выпуска появится еще какая-то новая информация, вы все сразу узнаете. Продолжение следует...